Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и сегодня 27 ноября, и сегодня я расскажу о том, как новое правительство Германии обещает стать худшим кошмаром Владимира Путина и всей российской правящей верхушки. Но сначала давайте хорошие, приятные новости. 2 декабря в Берлине состоится торжественная церемония проводов Ангела Меркель с поста канцлера Германии. Это мероприятие называется военный церемониальный акт проводов, и по-немецки оно звучит как Der große Zappfenstreich. Его удостаиваются лишь самые значительные политики Германии, такие как канцлеры, президенты и министры обороны. Этой красивой немецкой традиции почти 500 лет тянется она с 16 века. Обычно в ходе этого мероприятия исполняются военные и религиозные марши, зажигаются факелы, звучит гемн Германии, а также звучат музыкальные композиции, которые выбирает сам виновник или в данном случае виновница торжества. По этим композициям, как мне кажется, многое можно сказать о том, что за человек уходит в отставку. Ну, например, бывший канцлер, ныне покойный Гельмут Коль, человек большой, выдающийся во всех смыслах этого слова, уходя в отставку, попросил поставить ему Десгроссенкурфюрстенрайтермарш. Надеюсь, я правильно это сказал. Кавалерийский марш великого Курфюрстера. А также оду к радости Бетховена, который сейчас является официальным гимном Евросоюза. Или, может быть, неофициальным, не знаю, надо проверить. Ну, а преемник Коля, Герхард Шрёдер, пророчески просто попросил поставить ему песню Summertime, летнее время, из оперы Гершвена, Порги и Бес, а также песню Фрэнка Синатра, My Way, то есть мой путь. Этот путь завел Шрёдером в правлении российской компании Роснефть, где он сейчас получает огромные просто деньги, обслуживая и облизывая Владимира Путина. Шрёдер часто проводит свое летнее время в Сочи. Такое вот у него летнее время и свой путь. Ну, а Ангела Меркель в этот раз попросила поставить себе песни немецких исполнительниц. Сейчас попробую произнести. «Fürmich zölz rote Rosenregnen». Это «Для меня прольется дождь из красных роз». Эту песню поет немецкая актриса и певица Хильдегард Кнев. А также «Du hast den farbfilm vergessen» – «Ты забыл цветную пленку». Это песня 70-х годов, которая прославила панк-рок исполнительницу Нину Хаген. В общем, наверное, неплохой выбор, но во всяком случае у меня претензий точно нет. Главным отличием этого мероприятия от предыдущих будет его камерность и сокращенный формат. Из-за коронавируса отменен, например, большой приемный банкет для 200 гостей, уходящей Bundeskanzlerin. Блин, гости пойдут домой веселыми, довольными, но, видимо, голодными. Вообще, это событие станет финалом полутора десятилетий правления Меркель. Эпохи, которую можно назвать эпохой стабильности, экономического роста, процветания и усиления роли ФРГ в мире. И всем сейчас, конечно, что будет дальше. Нам это будет интересно и сейчас уже интересно, особенно сильно, поскольку Германия традиционно считается самой важной страной Европы. И в значительной степени она погружена в отношения между Украиной и Россией. Итак, к власти в Германии там сейчас придет коалиционное правительство, состоящее из трех партий. Социал-демократы главные, зеленая вторая партия, либералы третья партия. Из-за партийных цветов, красный, желтый, зеленый, эту коалицию уже назвали светофорной. Возглавит ее социал-демократ Олаф Шольц. Это человек, обещающий продолжить политику Ангела Меркель. И я вот хочу сказать о нем несколько слов. В молодости он считался леваком и был яростным таким борцом против дикого капитализма. Но со временем, опытом стал придерживаться намного более правых убеждений. И в общем, я считаю, что это хорошо, потому что не зря эти люди говорят, что тот, кто не был левым в молодости, тот лишен сердца. А тот, кто не стал правым в зрелом возрасте, тот лишен ума. Как видим, у Шольца есть и ум, и сердце, и думаю, это неплохо. Хотя эмоций и страстей таких яростных молодых в нем почти не осталось. Даже сдержанный немец, называя своего нового канцлера Шольцомат, намекая на то, что он холодный и прагматичный, как автомат, как машина. Собственно, такую политику он сейчас и обещает. Спокойную, уверенную, без резких движений. И о том, что его правительство собирается делать, они с партнерами по коалиции, в общем, договорились заранее. Первое. Немецким рабочим повысит минимальную оплату труда. Она будет составлять 12 евро, а не 9 евро, как сейчас. Правительство начнет активно готовить полную легализацию марихуаны в Германии. Считается, что запрет на употребление этого наркотика, этого вещества, наверное, растения, правильнее сказать, уже не наркотика. Так вот, запрет на него, это дикость и глупость, и задача переформатирования Германии в страну, где это будет легализовано, в том числе и для рекреационных целей, то есть, чтобы получить удовольствие. Так вот, этой задаче посвящено значительное место в коалиционном соглашении. Кстати, немцам скоро понадобится огромное, просто гигантское количество, когда легализуют вот этой самой легально произведенной марихуаны, конопли. И некоторые страны с богатыми черноземами могли бы стать сказочно богатыми, продавая немцам это чудесное растение в промышленных масштабах. Я думаю, тут есть о чем подумать. Далее, ФРГ продолжит переход на возобновляемые источники энергии. И к 30-му года они собираются 80% всей своей электроэнергии производить именно с помощью энергии ветра, воды и солнца. Это очень важно, помимо всего прочего, еще и потому, что правительство намерено активно сокращать потребление угля, нефти и газа. Задача стоит полностью отказаться от ископаемого топлива примерно к середине столетия. В уже недалекой перспективе исполнение этой задачи немцами лишит Россию огромного рынка сбыта для единственного российского ликвидного экспорта, а именно для углеводородного сырья. Без нефтегазовых долларов или евро Кремль вынужденно просто будет намного более смирным, спокойным и доброжелательным, а не агрессивным, как сейчас. Кроме того, немцы собираются облегчить миграционную политику и в целом сделать свою страну более открытой, более инновационной и более современной. Нормальные планы мне нравятся. Ну а если немцы решили что-то сделать, то они обычно это делают и я в общем даже не сомневаюсь, что у них получится. Желаю им в этом удачи. Но все же самое интересное для нас с вами явление в немецком новом правительстве, это конечно не скучный Шольцамат, канцлер А, и даже не барихуановая вот эта будущая ФРГ, а конечно новая министра иностранных дел этой страны Анна-Лена Бербок. Начательно с того, что она добилась лучшего для своей партии результата за всю историю на выборах, которые прошли в сентябре. Она получила третье место, благодаря этому Анна-Лена займет пост главы МВД, извините, НИДа, НИДа конечно, Министерства иностранных дел, причем станет одновременно самым молодым министром иностранных дел, а также первой женщиной на этом посту. Кстати сейчас Анна-Лене 40 лет, ей 15 декабря исполнится 41 год. В общем с этим ее тоже можно от души поздравить, что два таких исторических достижения на нее пришлись. Ну и еще одно важное очень обстоятельство Анна-Лена, самое наверное важное Анна-Лена, политик относительно новой для нынешней Европы формации, это вам не Герхард Шрёдер, для нее реально, ну по крайней мере на словах, я уж не знаю как там в реальности окажется, но она очень долго и последовательно это заявляет, что для нее действительно важны ценности свободы, права, верховенства права, демократии. Это все для нее не пустой звук, она понимает в чем их важность и собирается за них бороться, причем не только внутри Германии, но и на международной арене. Причем не просто бороться, она собирается, она говорит, что если понадобится, готова пожертвовать ради реализации этих ценностей даже какой-то непосредственной экономической выгоды. Ну например, она говорит, что Германия должна отказаться от запуска экономически выгодного для Германии газопровода Северный поток-2, чтобы не попадать, во-первых, в зависимость от путинской России, а также чтобы не подрывать энергетическую безопасность союзников Германии в Европе, а именно Польши и Украины. Кроме того, она считает нынешнего главу московского режима бандитом и нарушителем сразу многих законов, как российских, так и международных, и поэтому ни на какие уступки Путину она идти не собирается, ну по крайней мере заявляет об этом. Чувство, кстати, неприязнь у Анналены и Путина глубоко взаимное. Во время предвыборной кампании Россия пыталась всеми силами просто помешать Бербок выиграть выборы, против нее работали российские хакеры, против нее запускали кампании по дискредитации, ее ругали последними словами на российских немецкоязычных каналах Russia Today. Ну а когда стало понятно, что известно, что Анна Лена станет министром иностранных дел Германии, в российском зомбоящике началась самая настоящая истерическая вакханалия. Скобеева, Соловьев, Дмитрий, Киселев просто бились в подучи, обзывая ее русофобкой, главным орудием ненавистников в России, человеком, который ненавидит все живое, от которого распространяет вокруг себя смерть и горе и так далее, и так далее. Судя по реакции вот этих чертей на Анну Лену, можно предположить, что она почти идеальный человек на грани, немного не дотягивающий до ангеловоплоти. Тут, конечно, может уже я немножко преувеличиваю, но, знаете, эти черви, которые копошатся в российском зомбоящике, очень сильно ее боятся, она от ее одного вида их прям на куски разрывает. Это что означает, что сапоги хорошие, надо их брать. На мой взгляд, новое правительство Германии, суммируя все сказанное, будет намного лучше, чем предыдущее правительство, чем правительство Ангела Меркель, но уж точно не должно быть хуже. И, кстати, по настоянию Анны Лены и вообще Зеленых в коалиционном соглашении вот этих трех партий написано, что Германия будет и далее помогать Украине отстаивать свой суверенитет, демократию и территориальную целостность в противостоянии с внешними угрозами. Что это за угроза в соглашении не написано так деликатно, но я думаю, все и так понимают, что эти угрозы на ПУ начинаются и на ТИН заканчиваются. Хорошо, что немцы, в общем, не забыли об этой конкретной опасности, когда заключали свое, в общем-то, внутреннее соглашение. И в любом случае я сейчас хочу пожелать, конечно, новому правительству Германии успешной и плодотворной работы и особенно, конечно, хочу выделить Анну Лену Бейерборг. Надеюсь, у нее все получится, все будет у нее замечательно, все ее планы станут реальностью. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На этом у меня сегодня все. Да пребудет с вами силы и пока-пока. Продолжение следует...